Семь человек. Нимбутс, понятно. О, я обожаю, как версия без модов выглядит, когда ей увеличивают разрешение экрана. Менюшка, интерфейс тупо не скелится, и мы получаем вот такое. Ой, как раньше, не какие-то буквы писали, ребят. Посмотрите на, не знаю, переводы Sonic Adventure 2 с Dreamcast. Там буква U вообще развернутая на 180 градусов была. Что значит 8%? Это значит пройти игру просто без каких-либо дополнительных условий. Мне кажется, у того раннера, который сзади посередине, у него плюшка с кем-то из охи, наверное. Ну вот рядом там у Knuckles, с ним понятно. Они действительно собираются. В общем, они начали Не знаю, но, скорее всего, они будут, наверное, в порядке персонажей проходить, как они на экране выбора идут То есть, Sonic, Tails, Knuckles, Эмми, Big Gamma, скорее всего, в таком порядке будут Либо в порядке, в котором они открываются, но там посмотрим Самый первый босс, House 0 Здесь надо, по сути, чтобы можно быстрее его замочить, надо... Скажем так, немножко им правильно заманипулировать, скажем так Чтобы он попрыгал по столбам и не начал эти свои атаки растягивающейся рукой вниз, чтобы не тратить время Сразу переходим на первый уровень Скипаем всякие там подъемы петли, ну, очевидно Да, замочить House 0, а потом он еще будет смываться в этот, как его, в люк канализационный, так что, да Бегаем по стенкам, ну, в общем-то, классика В этих играх, возможно, далеко не только такое Дремкаст версия в 30 фпс, ну... Для меня лично проблема больше в том, что там катсцены не пропускаются В отличие от вот этой версии, например, где катсцены, по крайней мере, по большей части скипаются Первый уровень прошли, Тейлза спасли, он нам открылся как игровой персонаж Мы идем... Встречаем нашего старого, усатого, знакомого, доктора Эггмана На... Вот этой летающей штуковине, которая называется Эггхорнет Или по-нашенски Эггшершень Босс очень простой, все, что нам надо, это дождаться, пока он влетит в землю И заспамить его хоминг-атакой у Соника Атакой, которая самонаводится на врагов Аналогичную штуку можно за Тейлза, на самом деле, сделать, но там сложнее гораздо Потому что там нет такой атаки, там надо чуть-чуть иначе делать Но тоже можно за один цикл его вот так вот прибить Нет, то, что яйцевоск по-нашему, это дальше будет То, что яйцевоск, это Эггкерриер Эггкерриер это большой корабль такой, это дальше будет Вот у нас, вообще-то, пример того, что в этой игре стены выполняют роль только визуальной декорации И зачастую их можно прямо сквозь них проходить практически без сопротивления И раннер просто в одном месте поскочил сквозь одну такую вот дырку в стене Пришел на секцию, вообще говоря, гаммы Давайте посмотрим вот на это Что он сейчас сделал? Он запрыгнул вот на этот островок и сделал спиндэш, как бы находясь под наклоном И немножко покрутил там в процессе стиком, чтобы облететь киллплейн И он все это время летел вот так со скошенной гравитацией И пролетел сразу на финиш Тут вся опасность именно в киллплейнах, потому что они невидимы И из-за этого очевидно, что можно просто взять и нарваться Прежде чем попасть на следующий уровень, нам обязательно нужно взять апгрейд Вот эти ботиночки Эти ботиночки будут позволять нам делать дэш по кольцам Но для того, чтобы выбраться из того места, нам не обязательно его делать Потому что там есть наклонная поверхность, от которой можно легко сделать спиндэш прыжок И вот еще одна наклонная поверхность, где можно сделать спиндэш прыжок И мы сразу запрыгиваем на кнопку В которую, по идее, тоже надо с помощью вот этого апгрейда попадать Это был самый медленный уровень во всем спиндране В общем, пролез сквозь стеночку, приземлился как бы за пределами уровня на солид На твердую поверхность, у которой тоже есть наклончик Делаю спиндэш прыжок с этого наклончика таким образом, чтобы не залететь вовнутрь Так сказать, не вернуться обратно в пределы уровня И он приземляется на Изумрудхаус, который там находится как бы с другой стороны Просто на него запрыгнуть нельзя, потому что там Потолок невидимый И этот потолок снимется, когда мы наберем Оооо Чтоб не соврать Ребята в чате, быть может, поправят 400 колец Спинбола 400 колец, я был прав Ну, в общем, зачем нам собирать кольца, равно как зачем нам прыгать по всяким Сосулькам вот этим всем штукам, если мы можем опять же Сделать небольшой проскость сквозь стенку и Да, в чем прикол вот этого места Мы попадаем вот на ту секцию перед Вот этим спуском на сноуборде И там у нас остановленный таймер И поскольку мы как бы не пересекли триггер начала этой секции У нас таймер дальше не пошел Он завис вот так вот на 14.03 и он таким и будет Оставаться до конца уровня Знает куда лететь и пролетает, ну, почти уже вот на самый финиш Ну и сейчас можно легко обратить внимание, хотя это и на предыдущих уровнях было Если мы берем изумруд хаоса, а не приземляемся на капсулу со зверями Которая при перепрохождении уровня, например, встречается Нам игра накидывает еще 10 секунд сверху На таймер Видимо считают, что игроку нужно 10 секунд на то, чтобы Запрыгнуть на капсулу или что Очень быстро прошел бой с Наклзом Который, прежде всего, известен его замечательной английской озвучкой Где от каждого полученного удара Наклз говорит Оноу А это, наверное, худший босс в игре Потому что... Большую часть времени мы, во-первых, ждем Мы не можем его атаковать, пока он не высунет свою бошку из-под воды При этом... Его атак паттерны... Ну... Малость рандомные Особенно плохо будет, если он начнет делать одну атаку Когда он рассыпется на несколько шаров из воды, так сказать Которые будут пытаться тебя атаковать Атака не опасная, но она просто тратит наше время Он прыгает по кувшинкам здесь На самом деле, можно, конечно, и по воде походить В ней как бы сразу не тонешь Но если на ней долго застрять, то все-таки начнешь урон получать Ну и босс этот все-таки будет постоянно бить в те места, где ты стоишь То есть, ну... Тут нельзя на одном месте долго стоять Вот той атаки я не увидел, о которой я говорю То есть, ну, наверное, повезло в этом отношении Потому что та атака, ну... Сколько там... Быть может секунд десять чуть поменьше ты тратит Просто так, ни на что У нас что, включается... Режим Super Mario 64, который был буквально перед этим Но... Для того, чтобы пройти вот этот уровень С закрытыми глазами Нам не нужно делать ничего вообще Мы просто ставим самолетик в угол экрана И ждем пока этот уровень сам себя пролетит Все Тут не надо ни на экран смотреть Ни контроллер держать Вообще ничего не надо делать Мы просто располагаем себя в углу Быть может, пару раз получим дамаг, но... Всю шкалу это нам не израсходует, поэтому... Ничего страшного, мы до конца секции долетим Поэтому вообще не важно Ну да, поскольку такой уровень автоскроллер, на котором ничего не происходит Это идеальное время для зачитывания донатиков всяких там Например, донатов на коспле очередной Соника Экмана Я не знаю, откуда взявшиеся локации В принципе, это, наверное, не только это играет Много где вообще встречалось Мне, в принципе, нравятся эти приколы старых игр, когда Идет какой-то переход через загрузку, например, у нас Ну, допустим, берем мы какой-нибудь, не знаю, старый Metal Gear Мы идем по лесу Рядом с нами грузовики, в которые можно зайти Снаружи грузовик выглядит таким довольно маленьким Не сильно больше спрайта нашего А вот внутрь зайдем, он прям здоровый такой Как будто вообще другая локация Локация, где Хаос 4, ну да, по идее подразумевается, что это то место у водопада Которое в хайбе есть, но на самом деле это вообще что-то другое То есть, скорее всего, подразумевается, но Но это не та же самая локация А Сонику там вообще все нормы, хотя Вообще-то им самолет подбили только что Вот этот апгрейд он взял, по сути, только ради одного босса, который будет подальше по игре Этот апгрейд нужен для того, чтобы побыстрее заряжать Light Dash это та самая, вернее даже не лайт дэш, а лайт атаку ему надо будет заряжать, которую он попозже откроет. Но они обе заряжаются. Уф, повезло ему сейчас. Срезочки на трассе вот это довольно опасные. На самом деле тут еще другие есть, еще более опасные, но судя по всему их мы не увидим здесь. В общем, локации, которые берутся непонятно откуда или базируются на каких-то существующих, но не являются таковыми, это можно и во втором адвенчире, в принципе, тоже наблюдать. Что у нас здесь? Весь платформинг это серия... А, видимо, игра посчитала, что 10 секунд надо добавлять к изумруду хаоса вот из-за этого. Из-за того, что игрок будет просто несколько раз вокруг да около ходить, никак не сможет запрыгнуть на эту бедную капсулу. А это альтернативный способ попасть на вот этот уровень. И работает он потому, что в том месте за этой дверью, закрытой, находится триггер этого уровня для Наклза, который почему-то активен. И с помощью... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Руина пошла. Он слетает со здания в спиндэш, при этом он еще зажимает кнопку прыжка для того, чтобы у него произошел так называемый спиндэш-хавер. В общем, когда мы прыгаем, мы можем как бы кнопку нажать быстро, это будет прыжок низкий, и мы можем задержать кнопку, и тогда у нас будет прыжок как бы затяжной повыше. И для того, чтобы делать затяжной повыше, игра как бы нам дает так называемые ховер-фреймы. И их можно расходовать не только для того, чтобы выше подпрыгнуть, но и для того, чтобы дальше пролететь. И он делал просто спиндэш и одновременно зажимал кнопку прыжка, тем самым он слетал и получал дополнительно ховер-фреймы эти в полете уже, чтобы обеспечить себе немножко большее расстояние, которое он может пролететь. И это позволяло ему с того здания к вертолёту сразу. Не к вертолёту, к ракете. Мы приходим на уровень, где нам тоже обязательный апгрейд нужен, и апгрейд мы берём исключительно для того, чтобы уничтожить клетку вот с этой обезьяной на входе, и это буквально всё для чего нужен этот апгрейд здесь. На самом деле он понадобится ещё на вот того босса, о котором я упоминал чуть ранее, но это вот буквально получается два места, где это надо и всё. Одно обязательно, второе, чтобы побыстрее пройти. Вместо того, чтобы подниматься наверх, спускаться там ещё где-то вниз, обходить гору, мы перепрыгиваем на другую гору. И здесь, как бы уровень сам по себе, казуально, это по сути беготня по кругу, вернее не по кругу, а по этой спирали, которая вверх поднимается. Ну, грубо говоря. Райнер, естественно, вместо того, чтобы бегать по кругу, он с наклонной поверхности вверх прыгает. Спиндэш прыжок с наклонной поверхности, как вы могли заметить, это ОПшная штука в этих играх. Ну и ещё один сегмент, который тоже можно слепую проходить при желании, потому что это тоже ничего страшного. Поставил себя в одну точку и лети себе. Ух уж эти Холли Уоррен по поводу, какая же часть Sonic Adventure лучше, первая или вторая. Во второй нету вот этих вот автоскроллеров, по крайней мере. Смотрите, наши спидранеры на самом деле интеллектуальные люди. Пока идёт эта секция, они кубик Рубика на скорость собирают. Скроллеры на Эггмане, это про Космик Вол, я понял, но это всё-таки не то же самое. Их вроде как даже можно пройти вообще не стреляя, но урон точно получишь. Ну и эти скроллеры всё-таки скипаются, в отличие от вот этого, поэтому за два всё ещё выше. Раннер и Сонико сверхлюди, они вон двое уже походу кубик Рубика собрали, а эта секция ещё не кончилась же. Да. Отомстили этой злосчастной пушки, которая подстрелила крыло предыдущему самолету. Правда, посадочка была жесткая, потому что вот у такого варианта самолета нет шасси, в общем, со всеми вытекающими. Смысл бы вот эту сценку совать здесь, чтобы просто нас затормозить. Не получилось штуку у него, он хотел попасть на вот ту очень такую тонюсенькую металлическую планочку, у которой есть наклончик, и он мог бы с нее спрыгнуть, но немножко не вышло. А, синдром стримера, судя по всему, случился. Бывает, ничего страшного. Музон, конечно, за голосами, особенно, наверное, за моим голосом, будет не очень хорошо слышно, а ранее рассказали даже, что, по их мнению, это один из лучших треков в игре. Здесь тоже как бы подразумевается немножко кругами бегать, но с помощью просто, так сказать, объектов на уровне твердых. Эти штуки можно обходить. Успел ракету уничтожить до того, как она успела повернуться. Ах, не попал. Не попал. Там есть, в общем, типа невидимая коллизия, от нее можно было бы немножко как бы сойти еще вперед и приземлиться вот сюда сразу. Но там, в принципе, легко себя как бы засейвить и попасть вот на ту платформу с кнопкой. Потеряется, ну, секунд пять, наверное, может чуть больше, в зависимости от того, там, насколько быстро ты принял решение, так сказать. Бои с боссами, которые другие персонажи, это, я не знаю, тоже для кого их сделали. А вот, собственно, пример того, как выглядит та штука под названием Light Dash. Это когда мы делаем рывок по кольцам, мы его заряжаем сначала. У нас есть дорожка из колец, мы отпускаем кнопку и Sonic делает дэш по вот этой дорожке из колец. А вот это тот самый босс, ради которого мы брали колечко в лифте. Тут прикол в чем. Во-первых, вот этой атакой мы наносим ему двойной урон. А во-вторых, то кольцо нам уменьшает время зарядки вот этой атаки. Именно поэтому я сказал, что его берут только ради этого босса. Lost World каноничный. Возможно, не все знают, хотя большинство из тех, кто активно в чате пишет. О-о-о, боже мой. Я ни разу не видел, чтобы камера вот так выскочила. В общем, существует игра с названием Sonic Lost World, но она вообще ничего с этим общего не имеет. Снэйк Скип, только не Садвашный, в том, что он приземляется вот на эту самую змею, которая там по воде. У нее есть бортики, у этой змеи, которые наклонные. А где есть наклоны, там мы можем делать высокие прыжки. Здесь раннер вместо того, чтобы идти дальше и спускаться по воде, по желобу, он просто берет и спрыгивает там пораньше. Там, как бы, сквозь стену можно просто взять и пролезть. Там нет коллизии с той стороны. Ага, он, кажется, хочет... Не получилось. Я так понимаю, он хочет с определенной точки запрыгнуть сразу в финальную комнату, но он умер, решил этого уже не делать и пройти... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чекпоинт не надо было брать здесь. Что он хотел сделать? Он хотел, в общем, когда он соединил вот эти вот квадратные платформы на стене и встал на них. На них сработала гравитация. Соответственно, она повернулась в другую сторону, это самая гравитация. И если... И при рестарте... Рестарт здесь рестартит с чекпоинта. Эта гравитация была бы направлена в эту же самую сторону. И тем самым он с чекпоинта полетел бы в сторону, куда эта гравитация направлена. И если бы он не взял вот этот последний чекпоинт, он мог бы с чекпоинта, который находится перед... Вот то есть с секцией с камнем, он оттуда мог бы прилететь прямо на финиш. И пока я все это говорил, они там решили в кавычках головоломку, прошли уже первую секцию уровня. Делают вот эту штуку, которая, кстати, на Dreamcast версии не делается, потому что там стенка невидимая. Но там есть альтернативные способы выскочить, скажем так. У него жизни ноль, поэтому он сразу спрыгивать вниз не стал. Вообще говоря, он мог бы так сделать. Но дай ему сейчас бы жизнью потерять. Он даже не с лифта прыгает, а отсюда. Рисковый парень. Ну и да, мало кто, опять же, наверное, особенно у нас, знает, что у игры вообще-то есть конфиг. Много кто этого не знал из тех, кто играл пиратскую версию, потому что единственный способ там что-то править, это ручная оправка текстового конфига. Графического интерфейса никакого там не было, хотя вообще-то в лицухе она есть, только там конфиг запихан на диск с игрой. Ну знаете, эти времена, когда для того, чтобы игру вообще запустить на ПК, нужно было диск вставить. И этот самый, в общем-то, конфиг имеет в том числе опцию отключить туман и увеличить немножко дальность прорисовки. Тем самым раннер на том уровне спрыгнул и мог уже сразу видеть, куда лететь. Потому что если будут дефолтные опции стоять, то там практически до самого прилета на финиш не будет видно, куда ты летишь. Слово, Star of Force и всякие исполнения. Я вспоминаю, что, ну, по крайней мере, у одной игры, которая у меня состоялась. Старфорсом была. Для обхода этого Старфорса использовалась там одна прога с названием, которое я не могу произнести в рамках этого стрима, потому что у нас как бы стрим 0+. Эгвайпер как бы всё, но не совсем. Он пытается сделать вот эту Last Resort, так сказать, атаку. Но летит мимо нас. И мы закончили историю Соника. Ммм... Сонимпутс... Он у нас бегает Наклза. И... Первое, что я могу сказать про Наклза, это вещь, к которой к спидрану не относится, а... Скорее, прикол английской локализации игры. Самое первое, что он там говорит... As far back as I can remember, I've been living on this dark island. На этом... Он жил на этом тёмном острове. Хотя... Вообще-то изначально в Япе... Говорится на парящем острове. Типа... На тёмном острове... Можно подумать, там всегда ночь. Что собой представляет геймплей за Наклза? Это поиск осколков так называемого главного изумруда, Master Emerald. Который по сюжету был расколот на осколке. И те разлетелись просто повсюду. И... И все уровни Наклза, это поиск этих самых осколков. Здесь относительно небольшие локации. Какие штуки-то он делает. Весьма интересный способ попасть сразу в Казинополис. Это... Это весьма интересно. Он у нас... Боже, тут и такие вылеты ещё есть. Я... Я давно не смотрел, видимо, Наклза. Что сейчас его версия собой представляет. Эээ... 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 То есть... Но это было... Ээээ... Это было весьма интересно сейчас. Эээ... В общем, у нас относительно компактные локации. Здесь и у нас радар на три изумруда. Эээ... У Наклза есть своего рода паучье чутьё, которое позволяет ему эти самые... Изумруда как бы чувствовать расстояние. Ну, у нас там Крим пролетел, вообще-то уже не в первый раз. Эээ... Её... Именно в DX-версию добавили, как... Своеобразная пасхалка к Соник Адвансу второму. Эээ... И теперь мы имеем в виду эксклюзивную боссу с Хаос 2. Очень интересно. У него очень странный хитбокс. Ээээ... Это означает, что мы можем просто делать это. Эээ... 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 Босс, который может создать проблемы, если играть казуально, но... Как только поймешь, что на него можно вот просто налетать вот таким вот образом... Ээээ... Эээ... Бежим в пещеру для того, чтобы получить апгрейд. Ээээ... Тоже обязательный. И, по-моему, он обязательный в том числе... Ээээ... 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 Хотя нет... Ээээ... Некоторые... Ээээ... Не... Не всегда, но... Как бы... Тут не обязательно будут из-за вруду, которые надо выкапывать. В общем, мы получаем копательные когти. Ээээ... Ну, они нужны нам для того, чтобы в земле рыть. Ну, конечно, это в этой игре именно делается очень неудобно. Нам надо две кнопки одновременно зажимать. Стоя на земле. Причем мы не можем, например, с воздуха налететь или в стенах... А, не в стенах. Только если мы на них налетим. Соник Адвенчур 2 есть тоже аналогичный апгрейд, который мы получаем на Пампкин Хиле на втором уровне за Наклзо по его прохождению. И когда мы получаем, собственно, этот апгрейд, у нас обязательно в дальнейшем на уровне обязательно один из Азамрудов будет такой, который надо копать. В этой игре это не так. Здесь могут быть все-таки сеты, когда ни один из Азамрудов не надо копать. Каким образом я этому могу так уверенно утверждать? Типа, я же не знаю, какие там прям все комбинации Азамрудов. Нет, конечно. Дело в том, что я когда-то играл в эту игру на мышке. Да, если играть без модлоудера, например, то в ПК версии этой игры можно играть чисто на мышке. Это полная дичь так играть, на самом деле. И пара мест, на самом деле, как раз за Наклзо непроходима. Чисто на мышке. Одно из этих мест это как раз где мы выкапываем кнопку для уничтожения обезьяны. И второе это где мы выкапываем дальше будет там статую. То есть на мышке мы банально не можем копать стоя на земле просто потому что... Ну, не можем. А вот насчет 1024 комбинации я не знаю насчет этой игры. 1024 комбинации это в Sonic Adventure 2 как раз. И то это относится только к первому запуску уровня 1024. В то время как при рестарте у нас могут спауниться другие изумруды и вообще другие сеты и какое там количество... Ну и там в целом разных изумрудов побольше чем в этой игре. Здесь в целом не такое большое количество вариантов у них насколько я понимаю. Во второй части у нас примерно, ну в зависимости от уровня, около 30 разных изумрудов на каждую позицию. Они там тоже. Первый, второй, третий собственно. На каждой ну около 30 плюс минус. Примерно такой порядок. И на первом запуске уровня у нас есть прям четко 1024 комбинации. Снова этот босс, он даже побыстрее прошелся чем за Sonic, а получше им повезло здесь. Вот собственно та крепость, которая в воздухе висела. Это тот самый летающий валенок. Он же их керриер, он же яйцевоска, он же разносчик яиц, он же... Господи, как его только не называли. Вот собственно вот эта статуя. Ее тоже мы копаем и на мышке это место было, ну чисто на мышке это нельзя было пройти. Но при этом все остальное вот помимо вот этих вот мест, мне удалось на мышке пройти. То есть все-таки здесь возможны комбинации изумрудов даже на поздних уровнях, которые не требуют копать. Но здесь мы вообще нестандартным образом поступили. И фактически мы за Наклзе вылетели туда, где должен бежать Соник. И там, как ни странно, есть капсула. Мы на нее встаем и завершаем уровень. То есть вообще-то мы... Получается в спидране мы не собираем все осколки главного изумруда. Будем считать, что эти осколки все три были запиханы в эту капсулу. Для простоты. Да. Да. Дальше, собственно, вот этот уровень, который может быть довольно противным в этой игре. О боже, как он вылезет. Прекрасно. No exclamation point для Са-2. И я бы сказал, что exclamation point сам по себе... Эта штука довольно-таки неплохая. И то, что его ввели в Battle-версии, это очень даже хорошо, потому что у красного радара вообще-то довольно большой радиус. И можно довольно долго рыться, блин, прежде чем этот изумруд найдешь. Но в некоторых случаях этот самый воскресательный знак срабатывает... Срабатывает так, что игрока обманывает. Там есть такие изумруды. Да ничего оно не руинит, господи. Особенно... По большому счету, если вы уже бегаете уровни много раз и ориентируетесь по подсказкам вам... Что с восклицательным знаком, что без него вообще без разницы уже будет. Ятогами НЛ, извините... У меня есть 75 долларов и 50 центов. С комментами... А так сам по себе он просто немножечко упрощает жизнь для обычных игроков, которые все-таки по этим подсказкам не ориентируются и они не обязаны, в общем-то, на первых порах по ним ориентироваться. Спидран у нас не делает все-таки самую быструю стратку на этого босса, но просто для того, чтобы ее делать, нужен апгрейд. А для того, чтобы этот апгрейд получить, нам нужно потерять время на то, чтобы его достать, поэтому проще уж так пройти. Простите, какой такой рэп ПК-версии убрали? Вообще-то он звучит на уровнях. Рэпчик Sonic Adventure 2 везде играет на уровнях. Прошли мы Knuckles, опять проскипли титры, и у нас теперь Tails, у которого примерно то же самое, что... Это как его... То же самое, что у Sonic, и практически все уровни за него это своеобразное соревнование с Sonic, чтобы его опередить. И прежде чем мы пойдем вообще играть, мы берем вот это. Оно нужно нам для того, чтобы быстрее летать. Только и всего. Буль-буль вместо рэпа это уже, к сожалению, издержки портирования Sonic Adventure 2 на ПК, потому что там совершенно дикий саунд-миксинг, звуковые эффекты там выкручены просто в не знаю, но абсолютно неадекватно, и в результате за ними практически ничего не слышно. Эх, как я уже говорил до этого за Тейлза, возможно этого босса за один цикл убить, но это сложно, поскольку хоминг-атаки, которую можно спамить, у него нет, и здесь только делать прыжок, отменять прыжок, взлетать и надеяться, что это его ударит еще раз, но вот хотя бы здесь он два удара нанес, забил его за два цикла, хотя бы не за три. Берем этот же камень, точно так же как Sonic, несем его в эту пещеру, и здесь у нас как бы будут своего рода такие укороченные версии уровней The Sonic, а в данном случае только третья секция, которую мы пролетим где-то, облетаем киллплейны и прилетаем, ну, в общем-то, на Astralog, где финиш уровня, и все. Снова нам 10 секунд накинули просто потому что кто-то посчитал, что игроки не смогут быстро запрыгнуть на капсулу, чтобы кнопочку на казино активировать, Тейлзу не нужно вообще ничего делать, потому что он летать умеет. О, а это вылет, который я не видел, который я видел, есть вылет примерно в этом же месте, но чуть-чуть другом, или если пройти чуть подальше и там проскочить сквозь стенку, прилететь потом в то же самое место, а вот именно с этого места я не видел раньше вылета. Интересно. Для того чтобы на следующее время попасть, нам по идее нужно этот самый ледяной камень брать, который заспаунился за казино там в аллейке, но Тейлз у нас умеет летать, а стенки в этой игре, как я говорил уже, они дырявые, поэтому мы вылетаем, в общем-то, в одну из таких дырок, и мало того, что мы вылетаем там в дырку, попадаем на уровень, так мы еще и на самом уровне, влетаем в дырку и скипаем довольно большой кусок от него. О, у него получился вот этот прыжок прям очень близко, тютелька в тютельку. Тут прикол весь в том, что он уже буквально задел землю вообще-то. Если бы он чуть-чуть ниже полетел, то он бы уже приземлился на землю и все, он бы ехал гораздо медленнее, чем он вот это вот пролетал. Ну и там он уже в стенку въезжал, в дырочку-то не попал. Вот с этими вот прыжками на трамплинах как раз была связана та самая злосчастная миссия номер 53. Вот так смотришь на этот английский текст и думаешь, какой такой Sonic the Hedgehog? В какой такой список был добавлен? А это локализаторы, не знаю, то ли им было лень, то ли что. Локализаторам было лень переводить, видать, коллекцию мини-игр. Тех самых с Game Gear, которые в Steam переиздание, ну и на Xbox, на PS3 вырезали. Этот босс за Tails, ну как бы он тоже ничего хорошего, опять же из-за своего рандомного характера, но он полегче и ему всего четыре удара надо нанести в то время как за Sonic и за Knuckles'а пять. Ух уж эти попытки спародировать доктора Эггмана с этим его знаменитым No Way. Я не могу верить в это! И Джон Адвентшер доносит 10 на миссии, что этот Sonic 06 мод выглядит круто. Английская озвучка в этой игре, она конечно не без приколов, но господи какой там крутой Эггман был. Царство небесное его актеру, который к сожалению то ли в 2005, то ли в каком-то там году умер, но актер был крутой. Звали его Дим Бристол, если я правильно помню. Да уж, мы повторяем путь Соника в том числе и по этим уровням. У нас на Tails тоже две автоскроллер секции, в которых мы можем ничего не делать. Придумают ли они еще какую-нибудь деятельность сейчас? Ой, я вижу косплееры бегут. Боже мой. Соник, что ты сделал из твоей истории? Посмотрите на этого Эггмана, какие у него мощные усы просто. Ну он ушел немножко за кадр, правда, но его должно быть видно. В смысле нет истории Эггмана? Поверить не могу. А вон тот костюм сзади, по-моему реально костюм Маргика. Буквально такой же, либо это его костюм даже. Наклз тут забавный. И он процитировал строчку из его песни. Из его темы из этой игры. Like Sonic, then Chuckle. I'd rather flex my muscles. No landing gear in this mode. Это немножко спойлер, потому что это первый Скайчейз, а не второй. На втором Скайчейзе у нас нет шасси. Мы это уже видели в истории Соника, в общем-то. Мы понаблюдаем, как нам еще раз крыло подопьют. Мы не увидели это происходить в истории Соника. Но эти две любят их желтые маленькие взрывы. После, знаешь, легких поведения. И, да, они взлетают от неба. Очень неплохо. Но мы требуем, чтобы история началась. И продолжать дальше. Поэтому мы возьмем 1.15. В общем, цитата не совсем правильная. She's sexy and smooth. В общем, цитатка из рэпчика с уровня Wild Canyon. С первого уровня Knuckles'а в Sonic Adventure 2. Вау! 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 Мы проходим, по сути, просто мини-игру. В которой смысла нет вообще никакого. Единственное, что мы в конце этой мини- игры как бы получаем лягушку. Этю самую за которой... Который все время Big The Cap наш ищет, но до него мы еще не дошли. Сейчас застрял. Сноуборд в играх про Соника, он никогда не был хорошим, наверное. Это, конечно, не уровень Соника 2006, где доска абсолютно проклята во всех отношениях. Но здесь она тоже не сказать, что очень крутая. Мы попадаем здесь как бы в прошлое, во флешбек. Это единственный персонаж Тейлсу, который получает апгрейд во флешбеке. И фразочка, которая успела воспроизвестись в этом флешбеке, на самом деле ошибочная. Потому что на тот момент она не говорит про 7 изумрудов хаоса. Она говорит просто про 7 изумрудов. Не хаоса. Они на тот момент еще не назывались изумрудами хаоса. А называться они так стали после собственного инцидента с хаосом. Который... Ну, сюжет. Че. А на тот момент она говорила просто за 7 изумрудов без хаоса. Так что это еще один прикол локализации. Вот не успел у нас одинская часть пройти вроде как-то... Что там, сегментик в пустыне и второйская часть сразу. Даже если Космик Волл и Садвэк казуально проходить с обеими секциями, не пропуская... Они и то повеселее будут. Они и короче, и там экшена побольше. Текстурки шакальные 8 бит. Эх, 8 бит, а ведь... Друг, у которого был Dreamcast в те бородатые времена... Когда-то хвалился, что у него 128 бит, в то время как у Соньки первой 64... Ох уж эти времена, когда все мерились просто у кого сколько бит в консольке. Причем никто не понимал, в чем это на самом деле выражается. Просто чем больше, тем лучше. Ну да уж, лучше бы было 128 FPS, я не знаю, потому что... Играет в Sonic Adventure именно Dreamcast-овски, и с его ограничением в 30 кадров даже в геймплее, это немножко больно. Тем более удивительно, что во втором Adventure это геймплей в 60 идет. Ну там, конечно, такое количество оптимизаций всяких понаделали в игре. Первый Adventure, это же одна из первых игр на системе, в принципе, она выходила в 98-м году. По-моему, и Dreamcast тоже сам по себе в 98-м году выходил. А вторая часть, это закат Dreamcast, уже 2001 год. Dreamcast хоронил Сатурн. Предложение так составлено, что на самом деле не очень понятно, что из этого является подлежащим. Потому что великий и могучий русский язык. Ну там, в свое время сколько бабла и прочих усилий Sega вбухало в этот несчастный Сатурн. И, видать, уже не оставалось ничего на поддержку Dreamcast, которая вообще-то очень даже хорошенькая консолька-то была. И на ней всякие вещи там, особенно графические, в частности в этих играх, вот в Adventure, в Sonic, были реализованы правильно, в отличие от портов, где освещение было... Скажем так, сильно попорчено. Прямо очень сильно. Пять босс-файтов против других персонажей, которые... ну я не знаю... Это очень тяжело босс-файтом называть, конечно. Серьезно, какую стратку он будет здесь сделать? Будет ли он скашивать гравитацию? Так, не получилось, но он пытается. Кажется, получилось. В общем, тот вылет на трамплинчике с Dash панельками скосил нам гравитацию. А у Tails'а есть кнопочка, которая позволяет ему как бы быстрее спускаться вниз. А из-за того, что у нас скошенная гравитация, раннер постоянно тыкает на эту кнопочку вниз, которая, наоборот, нас вперед ускоряет за счет того, что гравитация в другую сторону направлена. И мы вот так по прямой срезаем весь уровень со скошенной гравитацией. Эгг-вокер. Я не знаю, как еще можно назвать этого босса на русском, если не Эгг-шагоход. Вот серьезно. Ну и, в общем-то, буквально шагоход, раз на то дело пошло. Все, что нам тут надо делать, это бить его по ногам, причем именно по тем ногам, которые по земле бьют. Сначала это одна нога, потом две, потом три. Потом бить его вот в эту основную, так сказать, капсулу, где Эггман сидит. И... И... Бум. Tails'а спряталась за текстурками. А, там даже две плюшки с Рейму. Очень интересно. Эми, персонаж, у которого самое маленькое количество уровней среди всех персонажей, ну не считая финальной истории, конечно же. Потому что там вообще нет уровней. Здесь их всего... Всего три уровня. Да, стены в этой игре не существуют, как я уже говорил, и для чего они пробежали там, сквозь стену, это для того, чтобы не затриггерить Крим. Да, из всех вещей. А... Там, если бежать обычным образом и пробежать через триггер, Эми остановится, чтобы посмотреть на то, как мимо нее Крим пролетает. Итак, Твинкл Парк у нас много. Мы будем хаммерфлипить на этот триггер. И хаммерфлипить – это способ получить много высоты и немного дистанции. Таким образом, мы будем хаммерфлипить довольно много, и мы будем использовать серию очень простых хаммерфлипов. На этом уровне можно абсолютно дикие вещи вытворять. Посмотрим, скорее всего, раннер будет их сетапить. В общем, завязано ни на чем. У нас Эми, когда разгоняется, она может бить молотом по земле и подскакивать вот таким вот образом. И нам нужно, в общем-то, не терять скорость за нее, чтобы иметь возможность вот эти самые отпрыги от земли делать с молотом. В общем, он не смог, к сожалению, это показать, но он показывает нам другое. Еще один проскок сквозь стену, который с начала вот этой секции нас приводит практически в ее самый конец уже. По большей части передвижения за Эми это прыжки, либо вот такая атака молотом по земле. Ее собственная скорость бега, она довольно маленькая, поэтому перемещаться прыжками тупо быстрее. Все, один уровень мы прошли, и нас похищает зеленый робот, которого зачем-то назвали в мою честь. Для того, чтобы нам выбраться отсюда, нам нужно немножко поиграть в Акамол, который здесь называется Hedgehog Hammer. Для того, чтобы выбраться, нам надо набрать 2000 очков здесь. И все, мы как бы набрали эти 2000 очков, и дальше можно уже ничего не делать. Да, она активировала монитор не просто так, насколько я помню. Совсем то, видимо, что они хотели добиться. В общем, мы получаем апгрейд, и скорее всего они хотели то ли пропустить сценку, то ли что. Апгрейд этот нам позволяет крутиться с молотом всего-навсего. Довольно бесполезная обилка, которая, по-моему, даже толком нигде не используется. И это та обилка, из-за которой, собственно, я в свое время, когда еще в детстве играл, и узнал о том, что, оказывается, в эту игру можно мышкой играть. А вот это вот интересно, она бьет молотом, чтобы дверь закрылась, и сама она стоит у стены, тем самым закрывающаяся дверь ее выпихивает за пределы уровня. Ну, то есть, как выпихивает за эту стену, и она туда просто дальше вниз летит. Боже, какой мувмент она вытворяет здесь, конечно. Да, тут есть скипчик пройти сквозь экран вот этот. Тоже надо прямо на него бежать в определенную точку на скорости. Там, по-хорошему, в той комнате надо было вот эти блоки цветные брать, расставлять по местам. И вот сейчас то, что мы пробежали, там тоже надо было это делать, но зачем мы это все проскиппали? Все, второй уровень за Эмми пройден из трех. Попадаем в прошлое, и те, кто играли в эту игру с тем переводом, где был летающий валенок, вероятно, помнят перевод из этой сцены. Где, в частности, использовали фразу «Не беспокойся, в морге переоденут». Понятно, к чему отсылка, но какого она там делает, это уже совершенно другой вопрос. Ну да, вообще-то ход Шелтер за Эмми это довольно длинный уровень, если его казуально проходить. 5 минут больше, запросто. Бежим на Final Leg, это у нас финальный уровень за Эмми уже. Ах, не заскочила она сразу туда, чтобы, в общем, по кратчайшей траектории пройти. Да, пазл, у которого всегда, в общем-то, одно и то же решение. Это так сложно. Я догадываюсь, что он будет пытаться сделать здесь, на этом уровне. Ах, не пролез. Второй раз не получилось. Допустим. Может, с третьего раза получится. Получилось. Но это еще не все. Мы попали на место, которое предполагается за Соника играть. И... И у нас... Вот... Такая штука. Сумасшедшая дичь вот эта вот сейчас была. То, как она забирается наверх вот так, это... Просто, что это было? Хе. Хе. Насколько я помню, был какой-то еще прикол с тем, чтобы не ждать этот лифт. Можно как-то забежать куда-то. Вроде... Ну, это то ли Тасс Онли вообще, то ли... Какая-то вообще ультра дичь. Но... На самом деле, настоящий ранкиллер у нас будет вот здесь. Вот это последняя комната. У нас здесь пять дверей. И... Суть в том, что... Эти двери рандомные. Ну, только одна из них поведет нас на... Ну, дальше по уровню. Это... Это оказалось последняя дверь из всех возможных, какие он выбирал. Что было, куда ты обернул? Аргейд. Вы sorted. Ну, ставized как-то не так. О, боже, не так. Он вообще отрелил тебя. дверями и судя по всему тут нет никакого способа заранее узнать какая дверь будет правильная то есть вообще говоря вот серьезно нас тут довольно сложные скипы вообще-то были за эми и вот после этого всего вот эти вот на эти двери нарваться это жестокая история несмотря на то что тут всего три уровня но именно для спидрана особенно если ты гонишься за чем-то типа рекордов это ужас этот босс может быть неприятным если ну когда его казуально проходишь но если правильно подбирать тайминги для прыжков и ударов то его можно очень легко забить каждый раз его ударами отправлять вот в эти бортики электрические и все их нет и способа пропустить ту секцию с дверями наверное если бы этот способ был его бы делали потому что это ну как бы мечта в принципе наверное для всех чтобы эти двери можно было скипать но нет только за одной из этих дверей в принципе находится триггер финальной секции уровня нас туда отправляет по сути через небольшой как бы через загрузку если так можно сказать то есть они даже эти секции они не соединены физически в этом проблема поэтому ее не скипнет просто так судя по всему рыбалку они решили на вкусное оставить потому что сейчас у них гамма он хочет походу засетапиться ага а через резиночку скип который насколько я помню нашли вообще совершенно случайно там в общем есть вот эти вот ограничительные типа бортики которые как бы ну грубо говоря резиновые и они как ни странно могут растягиваться и он на них забежал таким образом что их растяжение отправило его дальше вперед тренировочный бой по итогам которого этого робота разберут и переделают но это потом эх проскипал ту самую сцену где ну 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 просто знаменитый этот момент с командой яйценосца вы суперкоманда яйценосца сегодня тут чтобы услышать важную новость вот хвостатая жаба очень редкая и собственно хвостатую жабу мы ищем на этом уровне попутно пытаясь прыгать по этим столбиком просто потому что это быстрее видимо чем по пружинам но не получилось первого раза ранее умер а нужно это было для того чтобы сразу вот сюда наверх заскочить и хвостатая жаба вот она и мы ее подобрали английская версия ту самую хвостатую жабу именуют фроги хоть ну типа но используется конечно как здесь как прям как конкретное имя во всяком случае к нему и биг постоянно так обращается и в описаниях на табличках к миссии было написано поймайте фроги хотя на самом деле это скорее уменьшительно ласкательное обозначение в принципе кто он да типа это как кошку кисой назвать например или типа того ну и в японке он соответственно тоже никакой не фроги кайру кун ну то есть буквально если лягушка кун вот с этим вот обращением и суффиксом попадаем на вход в hot shelter немножко нестандартным образом он уже с этапе здесь вещи ну не получается тут на самом деле на этом уровне самые самые приколы будут дальше не все возможно заметят но у этого персонажа таймер идет с обратным отсчетом дело в том что у него своего рода батарейка и если это таймер стечет то он умрет и он с первого раза делает вот это потрясающе он сначала приземлился на край той секции где начинается поезд но поезд не начался он приземлился как бы не на триггера в стороне от него и пролетел дальше в конец уровня вот к этому боссу и попробуйте на него сейчас присмотреться вот эти вот беленькие детальки на нем это dreamcast и очень мыльные низкого качества но это dreamcast и буквально самые настоящие sega dreamcast и с оранжевой спиралькой японской тоже на возможно не все знают но цвет спиральки на dreamcast это еще и обозначение региона не о но от соника не такое мемные все-таки от наклза более мемные он прикол здесь он вышел аж в трайл и пошел дело в том что hot shelter у гаммы это последний уровень вообще-то и фактически он проходил в нарушение как бы последовательности прохождения и судя по всему ему открылись сразу последующие уровни он просто пошел в трайл режим чтобы через него эти уровни проходить чтобы до них не бегать пролез там через камни вылетел за пределы уровня и пролетел ну в общем то весь уровень до босса как вы могли наблюдать здесь прямо у этого персонажа вы можете наблюдать прям серьезно такой загличенный рут в общем-то даже когда борда смотришь на спидранкоме там указывается глич рут или нормальный рут и он сейчас будет просто через трайл заходить в уровни которые как бы уже вы ему доступны но они еще не пройдены и он просто через трайлы их пройдет и стоп а так можно было оказывается хорошо хорошо пружинка его отправила в хороший такой полет и он с помощью своей леталки опять же весь уровень пролетел тут особо даже говорить нечего роботы от нас атакуют по сути только самовызящимися ракетами которые полетят только после того как ну собственно наведется что-то в отличие от sonic adventure 2 где еще пуха есть у персонажей здесь только самонаводка для того чтобы эта самонаводка куда-то полетела надо чтобы было куда лететь мы прошли эти два уровня мы возрождаемся как бы на уже в хабах у нас те уровни зачлись как пройденные уже и по сути нам нужно только походить и потриггерить сюжетные триггеры так сказать после этого уровня есть катсценка у него собственно и он вернулся в этот уровень только для того чтобы эту катсценку затриггерить и после того как у нас эта катсценка затриггерилась у нас по идее мы можем ну нам открывается ход шелтер по-хорошему но поскольку он у нас сейчас пройдено он вернется сейчас на корабль пройдет вот собственно эта сценка которая что-то перед тем уровнем и сразу пойдет сценка которая после того уровня после ход шелтера и все что нам остается это идти на арену где нас ждет переделанный е101 с которым мы сражались перед этим он пытается он пытается быстрый хит на него сделать и вот с третьего раза получилось тем самым он ему два удара сейчас нанес подряд один буквально вот в начале там судя по всему фрейм перфект штука и второй удар ну потому что он налетал на него как если бы это был первый удар так тоже по большей части мы на этом боссе только бегаем все рип бета ну и рип гамма тоже как же его торресет бедного все гамму мы прошли и теперь мы перри должны переходить к рыбалке на всеми любимый режим сейчас переходим любимые кем-то в кавычках кем-то даже не иронично особенно в наше время когда биг это просто ходячий мем у него вроде бы четыре уровня но они быстрее всего проходятся потому что все что нам нужно на его уровне делать это вот эту самую лягушку фроги кайру куна ловить водоемок всяких и она всегда спавнится в местах которые находятся ближе всего к старту поэтому в принципе когда уже умеешь понимаешь как ее ловить это много времени в принципе не занимает но в те далекие времена в детстве ты такой запускаешь вот это и такой в смысле рыбалка какая рыбалка вы чё с ума сошли вот он плавает и мы закидываем а не понял что он хотел сделать а он хочет засетапить короче глич который как бы позволяет мгновенно поймать этого самого фроги без необходимости его вытаскивать давайте попробуем типа он понадобится с третьего раза сработает нет в общем геймплей это закинуть закинуть удочку подождать пока на нее что-то поймается и вытягивать желательно не порвать леску в общем то это весь геймплей здесь режим игры за бига это как мне кажется это этакий трибют другой игре про рыбалку которая есть на дремкасте под названием sega bass fishing вероятно это ей трибют весь этот сегмент за него самое смешное что биг быстрее других персонажей забирается по лестницам наверх то есть мы можем посмотреть с какой скоростью он ходит например но крапкается по лестницам он по моему даже быстрее чем ходит но во всяком случае это так выглядит здесь мы берем для него спасательный круг который позволяет на воде держаться и идем на ice cap уровень в котором вообще-то полно всяких секций и прочих каких-то скрытых мест как в общем то и на многих уровнях бига кроме наверное самого первого очень много всяких скрытых мест которых многие возможно даже не догадываются что они там вообще есть просто потому что фроги всегда спаунится в самой ближайшей точке к старту нам не нужно куда-то еще ходить а так на этом уровне вообще-то полно всяких мест другое дело что они бесполезны то есть там конечно рыба всякая плавает но камон камона нужна особо если точно такую же рыбу можно в общем то в других местах ловить и все для чего нужен в принципе эксплоринг этих уровней это найти одну из наживок собственно одна из наживок находится вот на том уровне там в каких-то секциях есть буквально скелет динозавра или что-то типа того и одна из наживок спрятана как раз внутри этого скелета с какого-то раза но все-таки ему удалось пропихнуть тушку бига сразу на платформу кто-нибудь объяснит почему именно в истории бига именно в этом сегменте управляющий отеля это вообще другой чувак какой-то и собственно вот стартовая точка уровня чуть-чуть прошли вот он фроги наш хотя вообще-то здесь можно вот эту всю локацию вокруг обойти там даже будут локации скрыты они задействуются чуть-чуть в мишен моде там который в sonic adventure dx версии добавили но это по сути все а вот например уровень который у нас сейчас будет здесь hot shelter на нем просто целая куча секций в которые можно попасть легально без каких-то там даже каких-то скипов там чего-то а ну они такие же ненужные эти секции и они даже в мишен моде не задействуются никак то есть они максимально бесполезные того что вот он сейчас прибежит спустит в воду и фроги появятся ну вот в этой же самой комнате ему не надо там куда-то лезть и 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 в тех же самых местах ловить вот здесь же там будет рыба плавать и тяжелая в том числе просто эта игра еще троллить любит ты вроде смотришь а ну вроде крупная рыба пытаешься ловить и такое игра тебе вы поймали рыбу 1980 грамм а дело в том что нам нужна именно 2 килограммовая рыба нам надо не суммарно 2 килограмма нам нужна одна рыбина весом 2 килограмма и выше а нам попалась 1980 грамм такие моменты хочется удочку в окно выбросить ну точнее контроллер вместо удочки хаос 6 все что на что нам нужно за бига в нем делать это вытащить из него фроги и все но не всегда удается попасть удачно в него второй раз уже не попал это совсем не так все идет босса не атакует как бы по всей видимости предполагается что в этот момент его бьет sonic этот как бы отвлекается на него и все что делаем мы в этот момент вытаскиваем собственно лягушку оттуда что-то вообще все не так идет вот наконец-то поймал пол контроля форме удочки по моему как раз на для сега бас фишинга и существовал если я правильно помню все у нас финальная история где по сути особо ничего и нет кроме финального босса и они уже они уже собрались все семь человек держит один контроллер которым напомню нужен только стик и одна кнопка чтобы финального босса это проходить но судя по всему они решили всю финальную историю проходить таким образом и соответственно не будут еще кнопку для спин дэша наверное использовать все что нам надо здесь сделать это сбегать в одно место потом сбегать другое место и все у нас будет бой я так и думал что это произойдет тут я вот прям чувствовал что без поворота камеры в этом месте это может произойти и это произошло видимо каждый взял чисто одну кнопку для себя один триггер второй триггер там стик кнопку прыжка кнопка спин дэша я не знаю вторая кнопка спин дэша потому что x и b выполняют одну и ту же функцию как здесь так и во второй части только оценку можно на самом деле заставить скипнуть но не вышло увидели что 7 изумрудов это сервера неважно ну вместо здесь нам действительно выгоднее умереть вот так принципе мы уже такое видели до этого как бы дэс ворп мы умираем там чтобы не бежать все весь этот путь до того места где нас заспаунит и все сейчас будет собственно perfect chaos абсолютный хаос первая фаза которого играется под вот эту прекрасную музыкальную тему так видео сдохло говорят видео сдохло так мне интересно меня то слышно в эти моменты или нет походу слышно в общем я надеюсь хост меня услышит и картинку поправит потому что да судя по всему у него именно что плеер или где он там вот стоило мне сказать что 7 изумрудов это сервера зря я это сказал в общем да к сожалению получается вы не видите процесс процесс представляет собой что мы должны разгоняться за персоника и уклоняться от всяких штук которые в нас босс запускает если они в нас попадают они очень сильно нас тормозят вот даже несколько раз это случилось ой а вот кажется картинка ожила не достал но это как раз последствия того что его побило несколько раз очень сильно затормозило ему просто тупо не хватает скорости для того чтобы добраться до добраться до мозга в этой башке его собственно ой 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 когда вокруг него вот такое глупо что происходит и вот прекрасно теория наверно мог бы его забить сейчас у него как бы было вот это синее свечение но босс решил спрятаться Судя по всему, они изображают жителей сейчас, которые в кат-сцене такие все орали там СОНИК, СОНИК, вот это все. Все, они забили босса, и походу тут еще какой-то или код, или что они включили, скорее всего, тоже в модлоудере. У них играл Open New Heart на второй фазе. Потому что вообще-то здесь на второй фазе вообще другая музыка играет. На первой играет Open New Heart, на второй играет что-то другое. А здесь на обеих фазах играл Open New Heart. Ну все, наш хаос подобрел, и от этого мы его, так сказать, нейтрализовали, если так можно сказать. Английская версия игры натурально говорит про положительную и отрицательную силу изумрудов, так сказать. Видимо, как раз они таким образом решили как бы объяснить то, что... Собственно, произошла нейтрализация, так сказать. ...этиэксперты от игры. И вот это появление. Есть много вкусного нового, которые происходят в дубе. И я... ...вотому скажу и сказать, что... ...весь, творец, работающий на этом канал, и... Трансфинский человек. Да, я... ...вотому скажу и сказать, что... ...этиэксперты от жены, потому что... ...вотому я иногда говорю... ...вотому мы многие и у нас как большая семья. В том число, что вы есть. Спасибо, что вы знаете и что-то. В своем семье и семьи, в доме тоже поддержают меня. Дадут там всю песню прослушать. Это музыкальная тема, на самом деле. Ну, я до этого хотел об этом сказать, но переключился, так сказать, на другую тему. Просто, а прям мне мозг взорвала в свое время эта тема. Типа, настолько понравилось, что тащил ее из игры как мог, благо музыка в игре, именно в ПК-порте, лежит в VMA-формате, в том старом порте. И в современном, в этом, стимовском, музыка в VDX лежит. Это уже немножко другое. И, собственно, наверняка многие, по примеру, GTA какой-нибудь, подсовывали свою музыку в эту игру. Потому что, опять же, подсунуть VMA-шку, ну, я не знаю, это очень просто сделать. Всякий софт на всяких пиратских дисках, там, не знаю, что это игромания, но, в принципе, всякие там пиратские диски со всяким софтом можно было запросто перегнать в VMA и засунуть в игру, она это будет воспроизводить. Спасибо за субтитры. Комьюнити Соника, оно обширное, тут действительно не хватит никакого ни времени, ничего, чтобы просто вспомнить вообще людей, которые какой-то вклад внесли, так сказать. Комьюнити Соника, которые я интервью, ты знаешь, кто ты, DX, DC. Я хотел бы, ты знаешь, я не играл DC, но Dreamcast. Я хочу representать Dreamcast. Мы recently split the board, около полгода назад. Ты знаешь, они имеют свои свои маленькие комьюнити и все, мы хотим их успевать. Так что, да, это было хорошо. Спасибо. Хотят они, не знаю, если так сильно хочется поиграть в Dreamcast имплементацию, просто, я так понимаю, модлоудер-то у них все-таки включен, так что поставили бы себе Dreamcast конверсию и все. Ну нет, у нас есть определенный какой-то список разрешенных модов, один из них, это, по-моему, input-мод, чтобы с контроллера нормально играть. И еще какие-то там были раньше, я помню, уже не вспомню, какие. Мне так нравится этот Наклз у них на переднем плане стоит, он выглядит как уточка, на самом деле. Возможно, это и есть даже уточка, потому что есть какая-то серия игрушек по Сонику, которые, на самом деле, в форме уточек.